Всем привет, дорогие друзья! Давно не виделись, пришло время немножечко возродить нашу рубрику Ежа новостей. Нам определенно есть что с вами обсудить. Прошло два товарищеских матча, один с Артышом сыграли в ничью, сегодня победили Волгарь из Астрахани. Я еще не видел хайлайтов, их клуб довольно долго делает, выкладывает на следующий день. Дай бог, конечно, если выложат на следующий день, мы, наверное, это в формате стрима с вами посмотрим и обсудим. Но даже в режиме лайва нам какие-то видосики давали, что-то нам писали, мы кое-что, конечно, можем обсудить и понять из этих товарников. Некоторые интересные моменты точно можно подчеркнуть. Было два трансфера, Илья Самошников и Владислав Сарвели, теперь футболисты Локомотива. Если по Самошникову как-то все довольно давно тянулось, и мы еще об этом знали с января месяца, наверное, то Владислав Сарвели просто ворвался в список нападающих, которых может в теории купить Локомотив, а буквально на следующий день уже его представили как игрока Локомотива, а сегодня он уже предголевую передачу отдал. В общем, два трансфера, это тоже, конечно, знаковое событие для Локомотива, мы с вами об этом обязательно поговорим. Безусловно, важное событие, которое будет влиять на всю жизнь Локомотива ближайший сезон, это публикация календаря, и в жеребьевку Кубка России мы получили три команды в сопернике по групповому этапу. В общем, там тоже есть кое-что интересное. Но и событие, которое произошло буквально совсем вот недавно и немножечко огорошило, это, конечно, уход Максима Юрьевича Мишаткина из Локомотива. Теперь он не главный тренер молодежной команды. Главный тренер молодежной команды это Вячеслав Вашкевич. В общем, вот эти темы мы сегодня с вами разберем. Я постараюсь их на монтаже подсветить какими-то моментами. Может быть, уже и хайлайты второго матча появятся, когда я монтажом займусь. Но если нет, то наблюдайте мою говорящую голову. А пока наблюдаете, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Это очень сильно помогает продвижению роликов и, собственно, популяризации Локомотива. Мы же все с вами этого очень сильно желаем и надеемся на то, что наш клуб станет самым популярным в мире. Начнем, пожалуй, с товарняков. С одной стороны, про них говорить легче, потому что это футбол. Мы про него говорить любим, мы про него говорить умеем и привыкли. С другой стороны, это матчи, которые не были нам показаны. Нам давали какие-то картинки в лайве. Ну, например, голы практически все нам показали уже. Нам потом показали хайлайты уже расширенные. Если мы говорим про матч с Ртышом, еще раз повторюсь, что по матчу с Волгарем, который состоялся сегодня, когда я записываю это видео, у меня нет никаких хайлайтов, нет никакого Лока Лайва. Но могу ориентироваться только на то, что давали в Телеграм-канале именно в режиме лайв. Но по матчу с Ртышом нам дали хайлайты. Через несколько дней еще дали Лока Лайв, который еще немножечко расширил данные про конкретный матч. Хотя и не сказать, что очень сильно. Я не очень понимаю, зачем нужна такая секретность. Все остальные команды совершенно спокойно все свои товарищеские матчи транслируют. Там Ростов с Таганрогским Фортом играет, Сочи со своей молодежкой играет. Без комментатора, без какой-то там, не знаю, профессиональной съемки с 18 камер. Просто поставили камеру, человек снимает камеру и водит. Кому надо, посмотрят, кому надо, поинтересуются и какую-то сопричастность команды почувствуют. Кому это не надо, там, болельщики, они включат на 3 минуты и уйдут. Какие-то тайны мадридского двора устраивать, что якобы мы там, не знаю, пытаемся не палить стратегии, розыгрыши стандартов и всего такого. Это, ну, не знаю, в этом современном мире вообще уже, наверное, не работает. Все со всеми общаются, все всем информацию передают. И что-то прям вот в товарищеских матчах такое спалить, мне кажется, уже давно невозможно. Возможно, не знаю, возможно, просто интернет не проведен в баковку или считают то, что качество трансляции будет очень плохим. Но мы смотрели товарники этой зимой из Объединенных Арабских Эмиратов, где у нас были сборы. И там первые два матча смотреть было просто невозможно по качеству. Ну, ничего же, смотрели, что-то поняли. Глаза, конечно, убили нафиг себе, но все равно это было интересно. После месячного перерыва хоть какой-то футбол в исполнении Локомотива смотреть всегда интересно. Я очень грущу по поводу того, что не было трансляции этих двух игр. Следующая игра вроде как с Балтикой на РЖД-арене. Уж ее, я надеюсь, покажут. Хотя на календаре уже 30 июня. Первое июля уже фактически, да, учитывая, что я ночью записываю. А нету никакого порядка прохода на стадионы. Непонятно, платный будет проход или вообще матч закрытый для публики. Ничего не понятно, ничего не известно. И клуб особенно не торопится нам сообщать эту замечательную информацию. Так что, может, они и на РЖД-арене сыграют, не показывая этот матч. Тем более, что практика такая есть. В прошлом году, по-моему, с Велесом играли и тоже ничего не показали. Даже хайлайтов того матча не показывали. Первый гол Вадима Ракова за Локомотив мы увидели только сильно-сильно спустя. Ну да ладно, это все мои жалобы на Локомотив и его работу в медиаполе. Вы должны были уже привыкнуть. К сожалению, ну, не радует меня Локомотив вообще, ну, никоим образом. Довольно грустно сравнивать то, что делает Локомотив про сборы и в целом про команду. Ну и то, что делают там топовые клубы, на которых хотелось бы, чтобы Локомотив равнялся. Увы, пока мы очень-очень сильно далеко от этого. Давайте перейдем к самим матчам. И надо сказать то, что Локомотив в этих двух играх использовал фактически там четыре разных состава. То есть сочетания, которые выходили на первый тайм с Ртышом, на второй тайм с Ртышом, на первый тайм с Волгарем, на второй тайм с Волгарем, они не пересекались. То есть, ну, в каких-то блоках, наверное, были похожи. Но даже просто банально у нас четыре разных вратаря стояли в этих самых играх. В первом тайме Худюков. Во втором тайме с Ртышом уже стоял Тимофей Митров. В первом тайме с Волгарем Илья Лантратов. И во втором тайме с Волгарем стоял Гильярин. Наконец-то вернувшись на футбольное поле, многие, я знаю, его ждали. И надо сказать, что среди этих трех вратарей не пропустил только Даня Худюков. Не менялся блок обороны. Практически у нас в первых таймах, что в матче с Ртышом, что в матче с Волгарем, выходили Самошников, Фасон и Погоснов. А с правого края в первом матче вышел Сильянов, во втором матче вышел уже Максим Нинахов. А во вторых таймах, соответственно, выходили блоки, ну, тоже центральные защитники не менялись. Это были Морозов и Кузьмичев. Да, а пару на флангах им уже составляли разные ребята. В первом матче вообще подключили Евгения Лукиных, который на самом деле центральный защитник, но решили его использовать слева. А справа, соответственно, играл Максим Нинахов. Это в матче с Ртышом. Что происходило во втором тайме матча с Волгарем, у нас сейчас какого-то четкого понимания нет. То, по всей видимости, одним из крайних защитников был использован Михаил Щетинин. Это тоже не новая тема, мы его уже однажды видели на позиции крайнего защитника. Вообще не его, но, как мы прекрасно знаем, любой опорник может сыграть крайнего защитника. Ну, а второй фланг, соответственно, занял Сильянов. Но, опять же, непонятно, какой это был фланг, правый или левый. В матче с Ртышом Сильянов выходил четко справа играть. А вот, что было в матче с Волгарем, мы пока не знаем. Жду хайлайтов, жду Лока Лаева, чтобы понять, на какой позиции все-таки Галактенов рассматривает Сашу Сильянова. По составу полузащиты и атаки уже вообще все сложно говорить, потому что, судя по всему, что в матче с Ртышом, что в матче с Волгарем, по крайней мере, на каких-то отрезках, мы пытались играть не наши стандартные 4-2-3-1 с двумя опорниками, тремя атакующими полузащитниками и четко выдвинутым нападающим, а какое-то подобие 4-3-3, потому что 4-2-3-1 у нас это схема под Артема Дзюбу. Но, соответственно, когда Артем Дзюба уходил с поля, на его место выходили какие-то Дзюба-заменители, Кирилл Никишин, Вадим Раков, и схема трансформировалась, как я понимаю, в 4-3-3. По крайней мере, вот есть видео пропущенного нами голой, и там вот прям, ну, очень четко команда стоит именно по схеме 4-3-3. А есть фрагменты с второго тайма того же матча с Ртышом, где мы атаковали, и мы видим, как Вадим Раков атакует чуть ли не из центрального круга. То есть, да, вот этот вот Вадим Раков, который нападающий, который забивал там 30 с лишним мячей в UFL-1, мы уже видели, как в межсезонье зимнее его Галактенов очень часто пытался использовать именно как центрального полузащитника в тройке. И, судя по всему, по крайней мере, в матче с Ртышом эта ситуация повторилась. В матче с Волгарем Вадим Раков выходил уже в основном составе, и так как там был Дзюба, значит, это 4-2-3-1, и, вероятно, это был один из флангов, соответственно, они выходили вместе с Пеняевым. Либо Вадим слева, Пеняев справа, либо Вадим справа, Пеняев слева, либо они постоянно вообще менялись по ходу матча. Оба могут сыграть на любом фланге, оба могут сыграть нападающих, и вообще довольно похожие ребята. Ну, разве что в моем личном понимании Пеняев это больше дриблер и больше скоростной футболист, а Вадим Раков это больше, ну, такой понимающий футбол, разыгрывающий и больше ударник, чем Серега Пеняев. Но посмотрим, опять же, взрослый футбол может все очень сильно поменять в сильных сторонах спортсменов. Вадим Раков забил гол, это очень важно для него. Он и во втором тайме матча с Ртышом, мы это прекрасно видим на хайлайтах, был главным действующим лицом команды, именно через него практически развивались все атаки. Ну, и не хватало только вот завершающего удара, который добавит ему уверенности, который все-таки Вадим Раков это нападающий человек, который... Главное его ключевое умение это забивать голы. Это человек, который может иметь 10 моментов, ну, по крайней мере, мы в UFL и в молодежной лиге. Ты видели, что у него может быть 10 моментов, и он из них забьет 10 голов. Но в основе у него это не получается. У него было достаточно большое количество моментов и в официальных играх, и в молодежке он тоже как-то перестал забивать этой весной. И вот в первом матче с Ртышом у него тоже было несколько моментов, когда он выходил на ударную позицию, но мяч упорно в ворота не летел. Вот этот вот гол, который он сегодня забил Волгарю, я думаю, что ему психологическую уверенность и добавят. И мы видим, как, например, Вилсон Исидор хвалит Вадима Ракова, говоря о том, что это прям лучший игрок, фотографируйтесь с ним, очень милая сценка. Эй, best player, лучший игрок. Я знаю. Кстати, сам Вилсон Исидор на матч с Волгарем вообще не вышел. Он играл во втором тайме матча с Ртышом, был довольно активен, были моменты для того, чтобы забить. Чуть-чуть не хватало, где-то там мяч до него не смог дойти, где-то он не смог вратаря переиграть. Ну, обычный Вилсон Исидор в товарищеских играх, я думаю, что еще вот с самого первого межсезонья мы помним, как любит Вилсон Исидор транжирить моменты. В первом матче не вышел, например, Сергей Пеняев, и это порождает довольно много вопросов. Судя по всему, да, нагрузки, которые есть на этих сборах, они снова огромные, что меня не может не радовать, потому что Локомотиву нужно пройти эту осень в хорошем физическом состоянии, почему-то у нас никак не удается именно на осень физические кондиции набрать. Я надеюсь, что вот сейчас Галактионов, Кирилл Жинкин поработают с командой, и да, у нас, возможно, будут какие-то проблемы в первых турах, потому что у нас будут тяжелые ноги, а соперники, возможно, наоборот, сделают ставку именно на первые туры, чтобы с первых турах побежать и набрать некое количество очков. У нас начало как раз с командами, которым набрать как можно больше очков в начале очень и очень важно, но об этом попозже поговорим, когда календарь будем обсуждать. Но затем Локомотив должен уже накатывать, 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 и к сентябрю, к октябрю, когда пойдет основная масса матчей, в которых Локомотив должен набрать массу очков, свою критическую, чтобы бороться за какие-то высокие места. Надеюсь, что Локомотив будет в этот момент бежать, когда все остальные уже понемногу будут уставать и ждать отпуска. Но все это порождает постоянный вопрос. А что с Пеняевым? А что с Уилсоном и Сидором? А что там с Мишей Щетининым, который не выходил на первый матч? Что с Максимом Глушенковым, которому дали только 30 минут во второй игре? В общем, неужели у них там какие-то повреждения, какие-то травмы? Может быть, травма, которая выведет их из строя на месяц? А нам крайне не хочется играть, лично мне, крайне не хочется играть без Сереги Пеняева и без Максима Глушенкова. И так как у нас нет никакой информации из клуба, так как нам никто не говорит, по каким причинам не играет тот или иной футболист, нам не делают никаких интервью с Галактионовым. Ну, то есть, там, Матч ТВ, конечно, что-то там спрашивает, но Матч ТВ спрашивает абсолютно дурацкие вещи, которые интересуют, наверное, только самих корреспондентов Матч ТВ. Да, вот какие-то вот важные вещи, какое-то понимание того, что с командой происходит, кто здоров, кто не здоров, этого мы не получаем, и от этого очень много лично у меня возникает волнений. Ну, вот, в частности, сейчас очень надеюсь, что с Уилсоном и Сидором все в порядке, что с ним все нормально, просто, ну, решили, что надо поберечь, и не надо ему сейчас никакой матчевой нагрузки. Игра с РТШом закончилась со счетом 1-1, и гол, который мы забили, забил Максим Глушенков. Причем надо сказать о том, что, если посмотреть хайлайты, то в первом тайме мы атаковали фактически четырьмя человеками, то есть вот верхняя тройка плюс нападающий Дзюба, именно эти люди играли в нападении. Мы не видели подключения, там, не знаю, Сильянова и Самошникова, хотя для Самошникова это прям вообще хлеб. Такой матч, как был у нас с РТШом, да, то есть подключайся, вбегай в штрафную на скорости, или смещайся под правую ногу, бей поворотом, как ты умеешь. Этого всего не было вообще, ну, по крайней мере, если верить хайлайтам. Не было подключений, там, центральных полузащитников у нас, в первом тайме матча с РТШом играли Дмитрий Баринов и Даня Куликов, но сказать о том, что мы их постоянно видели где-то около штрафной или в контратаках, этого точно не можем. Были быстрые атаки, и в них, соответственно, бежали, там, Миранчу, Глушенков, Жамаледдинов и Дзюба. Все, больше никого не было. Это довольно странно, но все-таки это позволило нам забить один гол, и снова Максим Глушенков, оказавшийся вблизи штрафной, показал о том, что не надо давать ему бить без сопротивления, мяч в уголок положить для него большой проблемы не составляет. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, мы об этом чуть позже поговорим, когда будем обсуждать Влада Сарвелли, это большая головная боль для Галактионова, потому что Глушенков справа, ну, даже в половину не так опасен, не так полезен, как Глушенков, играющий по центру или вообще внутри штрафной. Но у нас есть Рифаджи Маледдинов, у нас есть Антон Миранчук, у нас теперь есть Владислав Сарвелли, и все они хотят играть вот именно на этой позиции под нападающим. Как их всех там располагать, чтобы всем было удобно, я, честно говоря, понятия не имею. Во втором тайме матча с РТ-шоум уже вышла молодежь. Надо сказать, что во втором тайме самый опытный игрок Локомотива, тот, который в Локомотиве провел дольше всех, это был Максим Нинахов. Он у нас в команде всего два года, и он получил капитанскую повязку. Второй после него, чтобы вы понимали, это вообще Мородишвили. Он еще на пару месяцев позже пришел. То есть абсолютно новая команда, команда, которая была собрана фактически вот там немцами, плюс уже Нагорных Ульянов и остальной компанией. Короче, ноль вообще импакта от Кикнадзе, Ольги Юрьевны и кого-либо. И эта команда создавала очень много давления на ворота Иртыша, но не могла забить такого человека, как Максим Глушенков, который плюнет издали и положит мяч в девятку, уже не находилась. Моментов было много, выходов один на один было много, Кирилл Никишин запорол много, голов, к сожалению, не было. Зато был гол в наши ворота, и он случился, ну, по всем канонам, как Локомотив любит пропускать. Ошиблись индивидуально вообще все, кто в этом эпизоде участвовал. Мартишвили куда-то побежал, что-то пытался сделать, в итоге оказался за спиной у игрока Иртыша. Мимо Карпукаса пролетел игрок, даже не заметил. Кузьмичев вроде встретил соперника, но просто мяч сквозь него прошел. Морозов что-то пытался заблокировать, у Батракова даже получилось заблокировать удар, но все равно рикошет и мяч фактически в пустые ворота уже вколачивали. При этом командно Локомотив сыграл хорошо, то есть каждый раз была подстраховка, каждый раз игроку Иртыша приходилось снова кого-то там обводить, каждый раз нужно было принимать какое-то новое решение. Не было такого, что обвел одного, и вот у тебя уже пустые ворота перед тобой. Нет, каждый раз были какие-то сложности, но вот индивидуально ошиблись абсолютно все, и, ну, с одной стороны это хорошо, потому что, ну, скорее всего на фоне нагрузок, расконцентрации, 90-е минута, все понятно. С другой стороны, но мы в прошлом сезоне на таких голов насмотрелись, и, честно говоря, уже хочется, чтобы как-то это прекратилось. Матч с Волгарем вышел гораздо более результативным, было забито 6 мячей, мы выиграли 4-2, но, правда, нужно обязательно отметить то, что первый и третий гол, который мы забили, это были, ну, такими подарочками от вратаря. В первом случае он потерял мяч, и Пеняев набежал и отправил его в пустые ворота. Во втором случае, ну, не очень сильный удар Артема Дзюбы после штрафного подданного Рифатом Жамалединовым, ну, он прошел как-то рядом с ногой, вратарь не смог сложиться, в общем, ну, такие мячи вратарей российской премьер-лиги все-таки обычно отбивают, нужно как-то более акцентированно пробивать поворотом. Хотя, может быть, она отбила бы, кто-нибудь набежал бы, добил. Гол не пахнет, гол есть гол Артема Дзюбы, поздравляем, расчехлился на этих сборах. Более интересной вышли второй, соответственно, и четвертый гол, который забили Вадим Раков и Алексей Батраков. Вадим Раков принял передачу от Максима Нинахова, одним касанием остановил, вторым пробил под самый уголок. Очень красивый, очень породистый гол. Я уже говорил, что для Вадима Ракова это очень и очень важно с психологической точки зрения. А четвертый гол довольно важный, потому что он случился при счете 3-2, когда вдруг неожиданно Волгарик после 3-0 возродился. Его забил Алексей Батраков, и для него это тоже первый гол в основе, во втором матче, даже скорее во втором тайме. Я очень рад за Алексея. Он не находится в обоими основной команды. Он привлекается к основной команде именно на матче. Выходил что на второй тайм с Артышом, что на второй тайм с Волгарем. У меня есть большие опасения по поводу того, как Алексей Батраков будет смотреться во взрослом футболе, учитывая его комплекцию. Все, кто следит, прекрасно понимают, кто такой Алексей Батраков. Маленький, щупленький гений футбола. Как он понимает футбол? Я думаю, что у нас сейчас в команде просто нету таких людей, которые так же, как Алексей Батраков, понимают и видят футбол. Но для того, чтобы быть важным элементом на поле, для того, чтобы реализовывать этот свой гений, ему, конечно, нужны еще и физические кондиции, потому что, ну, выйдет он на поле, встретится с каким-нибудь там Кириллом Гуцуком и уедет в больницу, потому что нога Кирилла Гуцука шире, чем тело Алексея Батракова. Это факт. Увы, это факт. Но он выходит против Волгаря. Это его второй тайм во взрослом футболе. Он до этого играет только по молодежной лиге и там по юношескому лиге. И он забивает гол. И те, кто видели матч, говорят о том, что вообще говоря, он вел эту игру. То есть он делал ровно то же, что он делал всю свою жизнь во всех командах Академии и, соответственно, в молодежке. Я очень рад, я очень надеюсь, что после этого гола, после того, как он провел два шикарных тайма, что против РТШ, что против Волгаря, Галктенов его возьмет уже в основной состав и на второй сбор он будет готовиться наравне со всеми. Ну, потому что реально Леша Батраков это очень светлая голова. И если ему дать шанс, я уверен, что у него все получится. К сожалению, мы не видели, какие голы пропускал Локомотив, поэтому ничего вам про них сказать не могу, но пропустил что Илья Ландратов, что Марината Гильерми. Так что свалить все на какого-то вратаря у нас с вами не получится и свалить все на какую-то оборону у нас с вами тоже не получится. Теперь и у пары Фасон-Погоснов есть пропущенный гол, и у пары Морозов-Кузьмичев тоже есть пропущенные голы. Увы, пока, вот как я сказал, на ноль удалось отыграть только Даню Худякову, с чем его и поздравляю. Давайте к трансферам. Я на Бусти делал большие нарезки, что Ильи Самошникова, что Владислава Сарвели. Подпишитесь, все это там доступно, можете посмотреть. Я смотрел нарезки важных действий, что Ильи Самошникова, оборонительных и атакующих, и Владислава Сарвели. Соответственно, для Влада более важны нам были именно атакующие действия в последние полгода. И у меня есть определенные сомнения относительно что того, что другого футболиста. Начнем с Ильи Самошникова. Про него нам было известно фактически с января, о том, что он приходит. И с января же были большие сомнения, а зачем он приходит, учитывая, что у Локомотива на левом фланге есть Текнизян и Митай, а на правом фланге есть Сильянов и Максим Нинахов, который, ну, один из лучших футболистов весенней части в Локомотиве. Если не смотрели видео с моими оценочками, обязательно посмотрите. Там Максим Нинахов войдет в топ-5 по весне среди всех игроков Локомотива. То есть Илья Самошников становится пятым крайним защитником на две позиции. У нас, конечно, будет много матчей, но сказать, что у нас будет такое количество матчей, что нам нужно обязательно иметь два с половиной состава, ну, я не могу. И, ну, на мой взгляд, позиций были продублированы достаточно хорошо. Возможно, зимой Локомотив еще не знал, как себя будет проявлять Тикнезиан, как будет себя проявлять Максим Нинахов, как будет себя проявлять Марио Митой. И зимой эта договоренность действительно имела какой-то смысл. Но ближе к июню, вот в мае, да, мы увидели, что Тикнезиан просто сумасшедший. И то, как он играет за сборную Армении, фантастика. Мы увидели, что Максим Нинахов стабилен, невероятный. Если зимой от него еще многие хотели избавиться, то к июню Макс просто занял правую бровку и играет на ней очень здорово. Мы увидели Марио Митая, который может сыграть как крайним защитником, так и центральным защитником. В общем, ну, надобности в крайнем защитнике, как мне кажется, уже просто нету. И когда я смотрел нарезку действий Ильи Самошникова, да, он здорово смещается под правую ногу, у него хороший плотный удар, который, ну, ложится близко, по крайней мере к цели. У него не так много голов на самом деле, но мяч ложится близко и плотно к цели, это хорошо. У нас не так много футболистов, которые способны с дальней позиции пробить и попасть в створ. Но при этом, когда Самошников оказывается внутри штрафной, не сказать, что он какой-то хладнокровный убийца и завершитель. Да, у него многие передачи не проходят, у него выхода один на один он не забивает. У него, в общем-то, по гол плюс пас меньше, чем у Дмитрия Кабутова из того же Рубина, который играл на противоположной фланге. То есть, Рубин атаковал, у Рубина было много моментов на флангах, и Дмитрий Кабутов в этих моментах выглядел лучше, чем Илья Самошников. Это просто факт. Но главное, что меня поразило, это игра в обороне от Ильи Самошникова. Я знал, что это не его конек. Я, естественно, видел его матч РПЛ, я понимал о том, что Илья Самошников это больше вот атакующий латераль. В Рубине он играл по схеме с тремя центральными защитниками. И это Рубин спасало 100%, потому что Илья выкидывался в отбор, мимо него прокидывали мяч, и все, Илья был отыгран. Обязательно нужна подстраховка, и когда ты играешь в три центральных защитника, у тебя эта подстраховка есть. Когда ты будешь играть в два центральных защитника, а Локомотив играет по схеме 4-2-3-1, или будет 4-3-3, но как-то будут большие пространства за спиной Самошникова, который выдергивается в отбор, но в этом самом отборе сыграть, к сожалению, не может. Есть у меня очень-очень большие опасения относительно Самошникова. Наверняка пригодится, конечно, футболист определенных умений, определенных талантов, но сказать, что он Локомотиву был как-то нужен, крайне нужен, что это должно было быть первым приобретением, ну, я, честно говоря, не могу. Довольно забавными будут выглядеть мои рассуждения в контексте Владислава Сорвелли, учитывая, что я просил его еще 4 года назад и 3 года назад, и вообще мне всегда нравился Владислав Сорвелли. Мне казалось, что такого футболиста в Локомотиве очень сильно не хватало. Его не хватало там при Палочи, при Николиче, но вот при немцах уже немножечко подтихло у меня желание получить Сорвелли, потому что, ну, конечно, немецкий футбол не предполагал наличие такого футболиста. Но вот сейчас Сорвелли, который приходит в Локомотив, я вообще не понимаю зачем, потому что Сорвелли это не нападающий. Сорвелли это человек, который любит и умеет действовать в подтяжке. То есть, да, он может забить гол, но еще круче, он умеет протащить мяч и отдать передачу. И мы с вами это видим в матче с Волгарем, что Сорвелли, он не внутри штрафной, он где-то протянул мяч и отдал хорошую передачу на Рыбчинского в штрафную. В этом качество Сорвелли, вот именно этим он умеет заниматься и любит заниматься. Но у нас на этой позиции уже есть Рифаджи Малединов, у нас есть уже Антон Миранчук и у нас уже есть Максим Глушенков. И как их всех вместе расположить, я просто не понимаю, да, то есть, ну, какая-нибудь там елочка 4-3-2-1, где там Максим Глушенков и Сорвелли под Дзюбой, да, наверное, что-то такое имеет право на жизнь, но тогда мы выключаем Сергея Пеняева, мы выключаем там Рифаджи Малединова из игры. А хочется, чтобы они все играли и куда нам столько невероятно классных атакующих футболистов, я, честно говоря, я не понимаю. Мне кажется, что перебор, откровенный перебор и, возможно, от кого-то из них будут избавляться. И опять же, нам клуб ничего не говорит, но в матче с Волгарем не вышел Антон Миранчук. Где он? Что с ним? Не покинет ли он клуб внезапно? Мне бы очень не хотелось, чтобы Антон Миранчук ушел из локомотива, но где ему место на поле, я тоже не понимаю. Возможно, Владислав Сарвелли это вариант, при котором мы будем играть в два нападающих, соответственно, Сарвелли и Максим Глушенков, в тех случаях, когда мы не сможем задействовать Артема Дзюбу. Такие матчи наверняка будут, поэтому ну, как-то к ним надо подготовиться. Но тогда это фактически исключает возможность появления Влада Сарвелли и Артема Дзюбы одновременно на футбольном поле. Увы, наверное, возможно, с большой долей вероятности это будет действительно так, но мне кажется, что немножечко расточительно тратить миллион евро на футболиста, который сыграет только тогда, когда Артем Дзюба сыграть не сможет. Ну, не знаю, вот два человека мы купили, что Илья Самошников, что Владислав Сарвелли, и такое ощущение, что это приобретение не в основу, не усиление Локомотива здесь и сейчас, а усиление скамейки. Но если вы вспомните, то по весне и я, и все эксперты говорили о том, что Локомотива чуть ли не самая сильная скамейка вообще в российской премьер-лиге, потому что с нее выходит то Рефаджи Малединов, то Уилсон и Сидор, то Максим Глушенков, то там... Короче, ну, постоянно было кем усиливать игру, и это работало раз за разом. Нам бы, наверное, все-таки найти усиление в основу, у нас правый край очень жестко страдает, у нас ушел Камано, и даже он-то не мог закрыть правую бровку, но он хотя бы что-то на ней делал, а теперь у нас, в принципе, нет игрока на правый фланг. У нас большая проблема с центральными защитниками, и как ее решать, тоже непонятно, потому что... Короче, вроде как Локомотив нуждается в усилении, слабые места у Локомотива точно есть, но как будто приоритет отдан совершенно другим направлениям, да, там центральному полузащитнику за Коваленко гоняли сколько времени, крайнему защитнику, вот этому нападающему в оттяжке Владиславу Сарвелли, не знаю, не очень понимаю этот момент, но в любом случае, на самом деле, я рад Владиславу Сарвелли, чуть меньше Илье Самошникову, на самом деле, не очень сильно котирую его как прям крутого футболиста, но Владу Сарвелли прям рад, я уверен в том, что свои голы, свои голевые передачи он в Локомотиве обязательно отдаст, и адаптация его пройдет легко и быстро, у него тут есть друзья и знакомые из Чертановской школы. Давайте пару слов о календаре, у нас довольно хороший старт, мы начинаем дома с Рубином, затем едем на выезд в Воронеж, это хорошо в контексте того, что у нас будет 2 недели на втягивание в чемпионат, конечно, это будут сложные матчи, в любом случае, сложные, вне зависимости от того, играли бы мы с ними на старте первенства, или в середине первенства, просто не будет ни с кем, и ни в коем случае нельзя думать о том, что, о, вот там Балтика какая-нибудь, мы ее сейчас на одной ноге пройдем. Нет, этого, к сожалению, в российском чемпионате уже не бывает, и даже те матчи, которые мы этой весной выигрывали, казалось бы, легко, да, там, с Париенен, с Оренбургом, на самом деле, ничего подобного. На самом деле, было очень тяжело, и эти матчи могли сложиться совершенно по иному сценарию, да, там, забей кто-то из наших соперников, или мы промахнись в тех моментах, которые забивали. В общем, все могло пойти по другому сценарию, не так, что мы в одну калитку всех переехали. Но, конечно, получить Рубин в первом туре, это гораздо приятнее, чем получить Зенит, или Спартак, или Динамо, или, там, ЦСКА, потому что Рубин, команда, которая, ну, как я вижу, по составу, она не очень хорошо готова к российской премьер-лиге, там, тренер Рахимов, который тоже не с семи пядей во лбу. Конечно, он построит вязкую игру, Локомотив в своей хорошей форме должен легко обыгрывать Рубин, а Локомотив, втягивающийся в сезон, должен просто на классе Рубин переигрывать. Еще тяжелее будет в Воронеже, потому что там Евсеев, там вообще никому просто не будет, но, тем не менее, опять же, на классе, на умениях футболистов, может быть, там, Максим Глушенков издали что-нибудь плюнет, это все гораздо, гораздо лучше, чем встретиться в первых турах против наших главных соперников по борьбе за высокие места. Ну, а я надеюсь, что Локомотив все-таки будет за высокие места бороться. Ну, и концовка у нас тоже достаточно хорошая, если понадобится именно накатить в концовке сезона, то шансов у нас больше, чем у того же Зенита. У нас тоже все команды, которые в этом году были либо в ФНЛ, либо заняли последние места. В общем, если вдруг понадобится бороться с Зенитом в концовке за чемпионство, шансов у нас будет немножечко побольше. Это я, конечно, мечтаю, но чем еще заниматься в межсезонье, кроме как мечтать. Жеребьевка-кубка тоже достаточно хорошо для нас прошла. Из первой корзины мы получили Ростов, наверное, самый вообще приятный вариант. Да, конечно, ездить в Ростов-на-Дону сейчас тяжеловато, но зато сам Ростов в последних десяти матчах набрал всего 12 очков, и есть у Карпина такая тенденция, что его команды хорошо начинают, а затем, ну, просто сваливаются в чуть ли не борьбу за выживание. У него такое вот в том же Ростове было, когда вроде как классно начало, все такие вау, что это вообще за суперкоманда. Ну, а потом это было очень плохо, и из этой ямы Ростов выбирался довольно долго, и, кстати, выбрался опять же с приходом Карпина, снова был вот этот вот всплеск, и сейчас мы наблюдаем такое ощущение, что снова вот это вот скатывание вниз, состав у Ростова явно не на первую пятерку, и вот этот вот психологический заряд, психологическое давление Карпина, оно, видимо, тоже имеет определенный срок годности. Во вторую корзину мы попали сами, благодаря тому, что в последнем туре опередили Динамо, из третьей корзины нам достался Урал, тяжелый соперник, кубковый боец, в последнее время всегда доходит до очень высоких стадий в кубке, но, опять же, да, что нам Урал бояться? Динамо, да, Динамо можно было бы побояться, но Урал, ну, должны обыгрывать, наверное, все-таки, если мы сами находимся в хорошей форме. Ну, и из последней корзины нам снова достается Рубин, это, видимо, должны мы с ними очень много сыграть в этом сезоне, раз уж они вернулись. Ну, в целом, ничего против не имею. Казань, отличный выезд, тем более, не будет фанайди. Думаю, что многие с удовольствием скатаются в этот город, да и Екатеринбург, в общем-то, тоже город неплохой, тоже приятно там на выезде побывать. Короче, с одного из первых двух мест обязаны выходить. Нынче кубок у нас играется по той же схеме, одним исключением. В стадии плей-офф с двойным выбиванием они умудрились исключить финал лузеров. Идея на 1 миллион долларов, я не знаю, чей светлый мозг это придумал, но, видимо, нужно теперь сливаться в полуфинале, чтобы получить больше шансов на победу в кубке. Наверное, какая-то такая логика где-то у кого-то присутствовала, но, что поделать, да, имеем, что имеем. Надеюсь, что Локомотив почитает регламент в этом году и хотя бы в этот раз мы не сольемся из-за того, что выпустим на поле кого-то не того. Было бы приятно. Закончить хочу, наверное, на все-таки грустной ноте. Это уход Максима Юрьевича Мишаткина из Локомотива. Новость, честно говоря, меня огорошила, хотя я ожидал чего-то подобного. К сожалению, на момент июня 2023 года у нас сложилась такая ситуация, что Вячеслав Ашкевич, еще один горячо любимый мною детско-юношеский тренер, выпустил команду UFL1, команда 2004-2005 годов рождения. Все, у него этой команды больше нет, потому что нету больше соревнований, в которые она могла бы играть. Эти ребята перешли в молодежную лигу. В этой молодежной лиге у команды уже есть тренер Максим Мишаткин. Терять Вячеслава Вашкевича я не хочу, терять Максима Мишаткина я тоже не хочу, но для них есть одна команда и вдвоем они, конечно, ее тренировать никак не смогут. Я боялся этой ситуации уже давно. Максим Мишаткин человек с категорией про, ему, соответственно, можно доверять уже команду из российской премьер-лиги. Я думаю, что он получит свое назначение, получит свое предложение довольно быстро, потому что, опять же, насколько я знаю, Максим Юрьевич хорошо котируется в тренерском цехе, ему чуть ли не там юношескую сборную России готовы были предлагать и вообще действительно у него очень хорошая репутация. Но и Вячеслав Вашкевич, у него тоже там лицензия, по-моему, АУИФА и ну, давать ему там снова брать команду 12-летних ребят, чтобы он доводил ее до выпуска, ну, это вряд ли он согласится, но я бы на его месте не согласился, потому что, опять же, наверняка есть много предложений сделать шаг наверх. После того, как он выиграл ЮФЛ-2, после того, как у него здорово играла команда ЮФЛ-1 в этом году, ну, дать ему молодежную команду, наверняка, какой-нибудь там Спартак, ЦСКА, Динамо, ну, у них, конечно, есть тренеры, но, сами понимаете, что команда, которая даст ему шанс уже на уровне выше, она наверняка бы нашлась. И тут мы с предложением, а не хочешь потренировать 12-леток. От этой ситуации можно было бы спастись, если бы мы сделали Казанку, тогда, соответственно, Мишаткина бы отправили туда, Вашкевич бы возглавил команду в молодежной лиге, и мы бы сохранили двух топ-специалистов. А, на мой взгляд, это одни из лучших, если не лучшие по работе с юношами тренеры в России. Их ключевая особенность и ключевой навык то, что после того, как они поработали с игроком, этого футболиста можно просто ставить в основной состав. Мы это прекрасно видели с Егором Погосновым. Да, ему не нужно время на адаптацию, ему не нужно там еще полгода позаниматься в обойме основы, чтобы как-то дорасти до их уровня. Нет, они готовят футболистов, которые могут сразу играть в основном составе. Это очень крутое умение, которым, на самом деле, большинство тренеров не обладают. И очень грустно было бы потерять что одного, что другого. Но я на 100% уверен, что Максиму Юрьевичу Мишаткину пора врываться в профессиональный футбол, и что мы очень скоро о нем еще услышим, потому что, ну, это просто потрясающий специалист, хороший человек, хороший тренер, который раскрывает молодых футболистов и при этом делает результат в абсолютно всех командах, в которых он был. А поверьте, я за Максимом Юрьевичем слежу уже очень давно, и с очень давнего времени восхищаюсь его работой. Ну, а мы будем следить за молодежной командой уже под руководством Вячеслава Вашкевича. Это тоже прекрасный специалист. его команда ЮФЛ-2 была восхитительной, за ней было, ну, просто реальное наслаждение наблюдать, многие видели, ходили на последний матч ЮФЛ-2 команды, когда она стала чемпионом, и его команды играют в красивый футбол, интересный футбол, так что будет здорово понаблюдать за его работой уже на уровне чуть-чуть повыше. Все, еженовости на сегодня все, получились довольно длинными, но что поделать, без сценария оно всегда вот так и происходит. Ждем следующих товарищеских матчей, надеюсь, что матч с Балтикой мы уже увидим в нормальном объеме. С вами был Тим, пока!